Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизельного топлива, которое будет действовать с 10 июня. По данным НРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 33 лея, 23 бана, на 30 банов дороже за литр, а дизельного топлива 30 леев, 40 банов, на 53 бана дороже. Стоит отметить, что за 10 дней цена на бензин поднялась почти на 2 лея, а увеличение цены дизельного топлива около 3 леев. Тем временем, в ближайшие две недели специальная комиссия, созданная по рекомендации Высшего совета безопасности, соберётся для изучения ситуации в нефтяной сфере. Между тем, в пресс-релизе представители Национального агентства по регулированию в энергетике отметили, что в европейском рейтинге наша страна входит в число стран с низкими ценами на топливо. Экономические эксперты утверждают, что в контексте кризисов, в которых мы оказались, а также из-за войны в соседней стране, методология расчёта цен, утверждённая парламентом прошлым летом, и с помощью которой Наре устанавливает верхний предел суточной цены на топливо, уже неэффективна. В этом контексте, по их мнению, следует вернуться к прежнему законодательству. Журналисты поинтересовались мнением председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы, депутата, который проголосовал за принятие этого закона. «Я считаю, что здесь есть доля правды. Мы будем обсуждать. В ближайшие две недели соберётся комиссия, чтобы достичь чёткого видения того, что мы можем сделать в этой области. Правда в том, что отличных решений, которые как по волшебству снижают цены, не создавая проблемы, дыр в бюджете нет», заявил Алайба. На вопрос, как долго будет продолжаться эта ситуация, депутат ответил, что это очень хороший вопрос для господина Путина и Российской Федерации, которая создаёт эти региональные кризисы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова